Встреча в студии Александр Петрович, приветствуем вас в нашей студии. Рады вас видеть. Приветствуем вас. Мой традиционный вопрос к нашим гостям в студии – это такая краткая автобиография. Знаете, родился, крестился, женился. Вот по трём таким вот пунктам расскажите о себе. Ну, у меня есть такое четверостище. Что бы вы мне ни говорили, о себе сказать пришла пора. Я родился в городе Марии, а учился в городе Петра. Я родился в городе Мариуполе, а учился в Ленинграде, нынешнем Санкт-Петербурге. Окончил медицинский институт в 1975 году. У меня был брак в Петербурге. Там родился первый сын. Всего у меня шестеро детей, четыре сына и две дочери. Рукоположен был на диаконское сначала, а затем на пастырское служение. Уже более 30 лет несу это служение. Врачом работал я практически. И не то, что говорят иногда царь-врач. Это Вересаев когда-то сказал, я царь-врач. Его спросили, а что это такое? Он говорит, царь-пушка не стреляет, царь-колокол не звонит, а царь-врач не лечит. Так вот, мне пришлось пройти вот этот путь врачевания многих людей. У меня несколько десятилетий врачебного стажа. Докторскую степень получил в 1997 году. Вы как пришли к Богу? Как это произошло в вашей жизни? Что вы поняли, в каком возрасте это произошло у вас? Я родился в христианской семье. У меня родители были глубоко верующие люди. Да и вообще, я уже, если можно так точнее, даже сказать, в четвертом поколении христианин. И однажды я услышал такую яркую призывную проповедь. Мне было тогда 14 лет. Я решил посвятить свое сердце Иисусу. И через год принял святое водное крещение. Знаете, есть понятие такое «дети верующих родителей». Вы говорите, вы в четвертом поколении христианин. Знаете, обычно, когда дети находятся в такой среде, знаете, где все построено на правилах запрета. Туда нельзя, это нельзя, вот это нельзя. И как вы вообще в своей жизни воспитывались в такой семье? Что вы можете вспомнить? Ну, хотя я и отношусь к числу детей верующих родителей, но у псалмопевца Давида есть такая фраза. Ты вложил меня в пование у груди матери моей. Да и апостол Павел пишет о Тимофее, что вера, которая была у твоей бабушки, была у твоей матери, она и в тебе. То есть вера, она где-то как-то и наследственная, и где-то как-то и эстафетная, может быть. И вот это всё повлияло на меня. Конечно, я воспитывался в строгости. С одной стороны, получал наставления из духовного учебника, из Библии, Слова Божьего. А с другой стороны, меня и физически наказывали с тем, чтобы скорректировать мой путь. Росли наказывали? Да, да. Вследствие того, что был один брат такой, Иван Данилович Поваляев, он приходил к нам в дом и говорил моей матери, «Сестра Лена, я вижу, что ты не совсем своих сыновей любишь. А где розыграть для того, чтобы их дисциплинировать?» Таким образом меня и воспитывали, формировали, форматировали, в том числе и физическими наказаниями. Александр Петрович, действительно, ребёнок всегда хочет пойти куда-то туда, куда его родители запрещают. Если говорят, не суй пальцы в розетку, то обязательно хочется туда сунуть пальцы. Расскажите какой-то такой опыт, за что вас могли наказывать ваши родители? Всё-таки вы такой человек, я смотрю, очень воспитанный, рассудительный. Я не думаю, что вы, если бы вам родители сказали, не суй пальцы в розетку, вы бы сунули. Но всё равно вы говорите, вас наказывали розыгрыш. Что-то можете вспомнить? Конечно. Дело в том, что, конечно же, я рационалист сам по себе и старался соблюдать все правила приличия, и, как говорится, считаться законом всемирной гравитации. Но, как у всех мальчишек, у меня были побуждения к тому, чтобы заниматься экспериментами. Я помню, как однажды мы с ребятами карбидом заправили ёмкость, там была дырка, и ребята боялись туда спичку поднести. А я поднёс. В результате оттуда рвануло пламя, и я остался без волос. У меня они все обуглились. Я, конечно, в ужас пришёл больше всего от того, что я буду наказан родителями. Но благо, у меня мать была построже, отец был дома, и я ему внушил, что якобы нам предписали постричься наголо в школе, и он это исполнил. А потом мать пришла и говорит, Пётр, ну как ты мог так изуродовать мальчика, говорит. Ну, это была хорошая проделка с моей стороны. Также меня и за футбол наказывали. Я очень любил спортивные подвижные игры. Иногда уделял этому больше внимания. А как старший в семье я должен был попечительствовать над младшими. Иногда бывало, что они оказывались в запущенном состоянии. Сколько детей в семье было? Нас было четверо у родителей. У меня ещё два брата и одна сестра. Я старший был, естественно, двойную долю получал. Как в израильском народе наследство получал старший двойное. Вы были хулиганом в детстве? Нет. Командный? Всё-таки вы говорите, были в команде футболистов, там любили играть в футбол. Значит, это команда какая-то, вот, друзей, с которыми вы дружили. Да, я стремился быть нападающим. Но вы не были дручуном таким? Нет, никогда. Нападающий в футболе – это драчун такой сон. Ну, в футболе, в спорте может быть. Я и в дальнейшем занимался активно спортом. Хотя сейчас, на настоящем этапе, я больше согласен с Уинстоном Черчиллем, которого, когда спрашивали, почему он так долго прожил и так много преуспел, он сказал, всем этим я обязан спорту, которым никогда не занимался. Так вот, я никогда не увлекался никакими вредными привычками. Наркотики, табак, спиртное – это было далеко от меня, это было для меня табу. Но и в то же самое время… Вы даже не пробовали, да? Абсолютно не пробовали. Такого не было желания, можно сказать, пойти во все тяжкие? Вот как ни парадоксально, никакого такого, ни малейшего желания у меня не было. Даже исследовать апостол Павел. А как вы боролись с такими искушениями, когда ваши сверстники вам предлагают курить, выпить и так далее? Ну, в моем случае такого не было, чтобы это мне предлагали. Вы знаете, у меня был очень высокий авторитет и в школе, и на улице, на которой я рос. И как-то вот не было. Было наоборот, что то, что я им говорил и предлагал, вот это они принимали за чистую монету, соглашались. И в частности, вот, и Слово Божие я им проповедовал. Вообще у нас тогда, в то время я рос, у нас верующие были репрессированы. И мне тоже приходилось в этих условиях претерпевать всякого рода оскорбления, насмешки, издевательства. Но поскольку я учился на отлично, и школу закончил блестяще, то у меня был авторитет. Более того, одного лидера в нашей школе выгнали как-то из школы, а я вступился за него, организовал сбор подписей, там, по поводу директора. Вот, меня за это тоже едва с ним за компанию не выгнали. Кстати, директора этого потом посадили за, не за это дело, а за другие дела криминальные. Александр Петрович, у меня были авторитеты на таком уровне. Знаете, на авторитетных людей, допустим, и в школе, и не только, всегда ложится такая ответственность быть примером для окружающих. Вы были пионером, комсомольцем? Нет, я не был ни пионером, ни комсомольцем. Говорят, вы знаете, вот способным завидуют, талантливых как-то вот стараются уничижить и репрессировать, а гениальным вообще мстят. Но у меня такого не было. Я и в школе, и в институте. В институте я тоже был старостой группы на протяжении шести лет. Старался учиться на отлично. Какие-то года были, когда вы учились? В 69-го года. Это же самые такие годы пропаганды образа советского человека. Да, в это время мне посоветовали поехать именно в Ленинград. Как вообще могли приступить в медицинский, потому что там же серьезный был отбор. Ну, видите, я, во-первых, не афишировал, что я верующий тогда. Не, но все равно комсомольская организация всегда бдила там и говорила, что... На этом этапе там они не контролировали ситуацию. Это какой город был? Это Ленинград был. Ленинград? Да. Они посоветовали в Прибалтику ехать или в Ленинград, потому что в других местах наших верующих вышибали буквально с первого курса. А там все-таки была такая лояльная, либеральная среда. Вот меня эта среда приняла. Руководители кафедр институтских, они в основной массе были евреями, которые тоже где-то как-то были ущемлены и репрессированы. У меня в группе таких было много ребят. Я с первого курса был старостой курса, отлично учился. Ну, старался учиться, но отлично, чтобы меня не вышибли из института за не успеха. А были такие попытки? Вышибить вас? Да не было основания у них. Потом, позже, они уже спохватились, но было поздно. Но все равно, все-таки староста группы – это серьезная такая должность, можно сказать, на студенческой кафедре. И, опять же, неужели не было попыток вас сагитировать в комсомолу и как-то сагитировать вас от ваших убеждений христианина, чтобы вы перешли на сторону атеизма? И не ставили вас перед таким вот институтом или твоей религией, твоей верой? Вы знаете, такое было, но не в той степени, в какой было это с моей матерью. Ее из Иркутского сельскохозяйственного института исключили буквально на последнем курсе, когда ее фотография появилась как передовой студентки, отличницы. И это было в газете «Восточно-сибирская правда». Ей поставили ультиматум – или оставаться в институте, или писать статью с отречением от Бога, чтобы исправить эту ошибку, которую допустили руководители, опубликовав ее фото в этой газете. Но со мной было несколько проще и мягче. Во-первых, у нас в группе и в других группах было не так-то и много комсомольцев. Точнее, их было больше половины, но далеко не все и в нашей группе были комсомольцами, по самым разным соображениям. Ну, один был сыном православного архиерея, другой был евреем, третий был тоже таким. И таких было немало, так что я не был там в гордом одиночестве. Ну, а, конечно, были у нас экзамены по всякого рода общественным предметам и по философии. Я помню, тогда вот профессор, доктор философских наук Ершов, Георгий Георгиевич, он сказал, да не падайте духом. Ленин в школе тоже сдавал экзамен по закону Божьему и, кстати, получил оценку меньшую, чем вы. А знали, что он пятерку, да? Да, а вы получили, говорит, пятерку. Я получил тогда отличную оценку. И по многим другим так же. И на госэкзаменах у меня из четырех госэкзаменов, из пяти госэкзаменов на четырех я получил пять с плюсом. И мой ответ был признан лучшим на курсе. Но это, знаете, прежде всего благодаря тому, что я писал стихи на медицинские темы. Они публиковались в нашей медицинской газете, в альманахах. И они помогали лучше запоминать те или другие какие-то аспекты, скажем, клиники или топографического расположения тех или других органов. Ну, например, вот стихотворение «Форамон и Пеплёйку в Винцлёве». Это есть такое, тут и латинская терминология есть. Нам в отверстии в Винцлёвом предстоит границы статуса писать учёным словом. Сверху – любус каудатус. Переди границу ленту без труда мы отыскали. Это лента лигаментум хепата до денали. Задняя стенка и отверстие прилегают к полуевене, а внизу лежит, как перстень, парс, десценденс до дене. Или, допустим, стихотворение по сердечным порокам «Метральный стеноз». Это при ревматизме часто бывает этот порок. Ревматизма – след печальный, створок клапанов, склероз, видимый стеноз метральный, устья левого стеноз. Цианоз – циркуляторный, шейных вен увеличение, границ компенсаторно, вверх и вправо расширение. Здесь мурлыканье кошачьи, шумов различных фон. В фоне этом тонет мрачно первый хлопающий тон. Кстати, я читал эти стихи, когда был в стройотряде, у костров читал, ввиду большого количества студентов, которые из разных стройотрядов, разных вузов собирались, особенно когда мы были в Карелии. И это воспринималось с большим восторгом, это воодушевляло меня. Я писал новые стихи, которые наши ребята, кстати, снабжали мелодиями, как правило, из советских популярных песен. Ну, например, все процессы аллергии, что на слизистые идут, нам картину анемии очень яркую дают. В той картине анемия, бледной слабости гласит, мелоз, гиперхромия, ахиллический гастрит. Комплекс печень поступает оттуда в костный мозг и в итоге вызывает там ретикулоцитоз. Фактор внешний представляет бы 12 витамин, а его сопровождает гастромукопатитеин. Я представляю, вы были очень популярный человек, наверное, среди своих сверстников, соусников. Да, и бывало так, что кто-то из моих коллег, товарищей засыпается, сдает там за другим столом экзамен какому-то профессору и умоляюще набрасывает записочку на такую-то тему ему стихотворения. Я успевал и свой ответ подготовить, и ему набрасывал этот текст стихотворения. Он читает его профессору, у того, знаете, состояние транса наступает, экстаза такого. Георгий, георгий, студент. Да, отличную оценку ребята получали, естественно, они очень дорожили нашими дружескими взаимоотношениями. Эти годы были очень популярны именно в плане множества поэтов было. Это такое-то время поэзии, это Евтушенко, это множество таких вот прияда поэтов, которые были очень популярны, даже их встречи, вы тоже были в этом контексте? Вы устраивали какие-то публичные такие вечера? Во-первых, я посещал вот такие творческие вечера выдающихся ленинградских поэтов, таких как Глеб Горбовский, Александр Кушнер, Лев Куклин. Вот представьте себе, и они меня не только вдохновляли, корректировали в том плане, как надо писать стихи. Я в литературном институте не учился, я не мог туда сунуться, потому что верующему туда дорога была заказана, красный сигнал светофора. Но зато я вот так вот перенимал опыт, читал много литературы по стихосложению, по технике стиха, практически я всё перечитал, и не просто перечитал, а освоил, как учебники, как... Вы чувствуете разницу от вашей поэзии, да, вот с того времени, когда вы начинали, да, вот заниматься поэзией, и вот к тому, что вы пришли. Как вот становился этот путь, вот становление, слогосложение стиха, да? Вы вот понимали, в каждое время этот промежуток учились, да, вот именно как должен выглядеть стих, его форма, его вот такт, размерность, и помимо этого ещё, чтобы была его несущая составляющая, это мысль какая-то. Потому что я всегда удивляюсь поэтам, потому что они в четверостишие вкладывают очень глубокий смысл. Как этого достигнуть, вот прийти к этому, как это вообще, действительно, это какое-то гениальное такое озарение должно быть свыше, чтобы в четверостишие вложить глубину стиха, вот, допустим, как это делал Пушкин или Лермонтов и так далее. И тот же самый Евтушенко, казалось бы. Вот как это происходит? Это действительно где-то сверху у вас озарение? Да, тут есть, конечно, и нечто мистическое, но тут есть и техника стихосложения. Понимаете, я вот когда этот период стал приближаться к перестройке, соприкасался и с такими поэтами, которые приезжали в наш город, например, как Андрей Дементьев, которого я очень уважаю, он подарил мне сборник свой, и у меня есть на сайте Александр Азовский, там вот моя страничка, Александр Азовский, про Зару, там как раз и о нем воспоминания. Одним словом, я стал присматриваться, как это все совершается, и понял, что могу писать ничуть не хуже их. То есть я точно так же могу соблюдать режим поэтической экономии, точно так же могу загружать строку. Естественно, что мысль должна быть в образном картинном виде, там должны быть художественные образные средства речи, такие как метафоры, эпитеты, но я никогда ими не перегружал ни строфы, ни строки. Конечно, такие вещи, как ямб, хорей и прочие двухстопные, трехстопные размеры, или, скажем, мужские и женские рифмы, я элементарно как азбуку освоил буквально с первых курсов института. Так что это для меня не было большой проблемой, но касательно уже выражения мысли, вот тут есть и духовная составляющая. Ведь поэзия может идти, скажем, на душевном уровне, и она выдающаяся была и у того же Пушкина, и у Есенина. Но если нет там духовной составляющей, если нет устремлённости к Богу, если нет понимания того, что поэзия – молитва, а поэт – это пророк, причём в высшем смысле этого слова. Томас Карли даже говорил, что писатель, поэт – это тот же священнослужитель. Леонардо да Винчи когда-то писал, что поэзия – это живопись, которую слышат, а живопись – это поэзия, которую видят, понимаете. Одним словом, с другой стороны, у Коллера же есть выражение такое, что поэзия – это лучшие слова в наилучшем порядке. Иосиф Бродский называл поэта – это станком изящной словесности. Кстати, мне близки всегда были и писатели, и философы, и поэты, которые вот с духовной составляющей. И когда я читал, скажем, вот того же Владимира Сергеевича Соловьёва, он же был и поэт, и как символист, как учитель Блока и многих других в этом направлении, он же был и глубокий философ. Я буквально бредил Владимиром Сергеевичем Соловьёвым. Я искал его книги в букинистическом варианте. Я обменивал эти книги на пикуля, на многотомники. Я читал его «Основы духовной жизни», «Оправдание добра», «Чтение богочеловечества». И его, конечно, стихи, которые сейчас являются хрестоматийными. А потом я уже стал приобщаться к такому, как Натсен, который прожил всего 24 года, но которого Маяковский пытался там отодвинуть куда-то подальше, предпочтя его тогдашним его современникам. Скажите, Александр Петрович, всё-таки Ваша начитанность, Ваше знание, даже вот врачебные знания, это не мешает вам в том плане, что я заметил такую тенденцию. Чем больше человек знает, чем больше он эрудирован в чём-то, начитан, особенно философии. Они часто увлекают людей и делают их безбожниками, можно сказать так. Вот вам это не мешало в том плане, что всё-таки есть какие-то авторитеты, которые конкретно высказываются в своих философских трудах о том, что Бога нет, и начинают это доказывать. И вроде философия очень такая понятная. И это не омрачало Ваш ум в какой-то степени? Вот как Вы соглашались или как Вы в себе это оправдывали? Ну да, есть такая опасность гиперинформации, которая иногда позволяет периферийному вытеснить главное, приоритетное. С другой стороны, не только в философии и в богословии можно добогословствоваться до того, что отрицать Христа как Бога. И есть и такие, так сказать, специалисты, имеющие соответствующие дипломы. Касательно философов, ну мне прежде всего импонировали те философы, которые были из категории объективных идеалистов. В частности, я восхищался и Мануилом Кантом, и Готфридом Лебницем. Ну а ещё раньше, если посмотреть, то и Фомой Аквинским, и Рене Декартом. Я пересчитал все их произведения. Мне кажется, что они нисколько не отдалили меня от Бога, а напротив. Тот же Блес Паскаль, например, или уже из русских философов. Это помимо Владимира Соловьёва, Николай Бердяев, Владимир Ануфрич Лоский, Павел Флоренский. И можно длинный перечень этих мыслителей глубоких дать, которые Трубецкие братья Сергея и Евгений Трубецкой, которые действительно глубоко мыслили. Есть философы разные. Есть те, которые считают себя знатоками всего и придержатся сугубо материалистической доктрины. И некоторые из них где-то в глубине души рассуждают. Если Бога нет, то слава Богу, но если Он есть, не дай Бог. Это чувство ответственности перед Богом всё равно у них есть. В их подсознании оно гнездится. Ну, был такой Бертран Рассел, например, или Стивен Хокинг, хоть не так давно умер. Казалось бы... Ну, сейчас дают споры, был ли он верующим или неверующим. Ну, он однозначно был материалистом, потому что он говорил, что если умирает человек, то это как повреждённый компьютер распадается на составные элементы, и дальше ничего нет. Хотя человек, казалось бы, вникал и в проблемы времени, изучал чёрные дыры и многое другое. Ну, последнего теория вообще было очень интересно. Он объявил о множестве миров, как бы, да? Да, вроде Джордана Бруна. Но я вам скажу так, там вокруг его личности больше эпатажа и больше пиара, чем он сам из себя представлял. И вот эти все моменты, связанные с его попытками, там не только на самолёте, ещё и в космос взлететь. Ну, человек прожил около 77 лет и не пришёл к правильному выводу, к которому благоговейно пришёл Ньютон, Исаак Ньютон, снимающий шляпу свою при произнесении имени Божьего, что далеко не всё современная наука исследовала. А если она не всё исследовала, то, по крайней мере, лучше бы, если бы он был агностиком, а не атеистом. Но там, я говорю, традиции Рассела были очень сильны, и он считал, что это так. А многие выдающиеся мыслители, учёные, они не бывают столь категоричными. Если ты не всё исследовал, то в этом случае быть категоричным просто неразумно. Вот удивительно, знаете, я как-то отношусь к этим людям, которые, казалось бы, имеют очень высокий статус. Статус образованности, статус познания. Мне иногда кажется, что у них горе от их образованности, от их ума. Почему Христос сказал, что именно «будьте как дети». То есть тогда вы постигаете, как бы, верою, сердцем. Но когда вы начинаете постигать Бога умом, то это очень сложно постичь, потому что Бога умом объять невозможно. Да, я с вами согласен, и вспоминается классическое произведение Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». Горе от ума, а счастье от мудрости. Вот есть понятие ум, интеллект, понимаете, а есть понятие мудрость. Не всякий человек умный, интеллектуально продвинутый, он является даже разумным или мудрым, тем более. Ведь разум, мудрость – это уже этические категории. Вот, скажем, люди, которые расщепили атом и которые потом злоупотребили своими знаниями для создания ядерного оружия, они, безусловно, были чрезвычайно умными людьми. Но были они разумными, были ли они мудрыми – большой вопрос. Сахар вот объясняет этот момент, когда уже, как говорится, поздно было, что всё-таки прав был Иов, точнее, в Иову мы читаем 28 главу стих 28. «Страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Вот способность дистанцироваться от зла, в том числе и при научных изобретениях, при разработке каких-то новых данных научных, способность дистанцироваться от зла, быть нравственно высокими, она всё-таки относится к категории разума и даже мудрости. А мудрость – дочь опыта, как говорил Леонардо да Винчи. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы вот это постижение мира, оно не было в ущерб для человека и для человечества в целом. – Вы прагматик? – Да. Рационалист, прагматик. И моя вера разумная. – А как Вы считаете, я в разговорах с неверующими людьми часто объясняю свою позицию в том плане, что спрашивают, почему ты верующий? Ну, я объясняю в том плане, что, допустим, быть верующим гораздо лучше, чем неверующим. Они говорят, почему? Потому что если я отвергаю Бога, и когда умру, а пристану перед Богом, то я уже как бы буду виновен, да, потому что я пошёл по этой тропе отрицания, да, и я как бы заранее себя уже обрёк. А если я верю в Бога, даже если его нет Бога, да, то я, если умру, то я умру просто, да, то есть… – То есть Вы ничего не теряете? – Я ничего не теряю, да. А если Бог есть, то я, естественно, теряю, я пристану перед судьёй, который будет меня судить. И я вот в этом плане более прагматичен, да. И они начинают тоже вот как бы соглашаться с этим. В Вашей жизни это вот как было в таких вот беседах с неверующими людьми? – Вы знаете, это же известная пари Паскаля. Блес Паскаль, выдающийся учёный, нам известны законы Паскаля для жидкости и газа. Он был и философом, и выдающимся учёным. Прожил, правда, он мало, 30 лет, но очень продуктивно. И он был глубоко верующим человеком, он был христианином. Его мысли на вес золота. Они и в библиотеке всемирной литературы даже в советское время вышли, и сейчас переиздаются. Он тоже вот так вот рассматривал этот вопрос в таком ракурсе. Вот что я теряю или что я приобретаю, когда я признаю Бога или отвергаю Его? Так он приходил к выводу, что если я признаю, то я приобретаю и на земле здесь немало, и в вечной жизни тем более. Если я его отрицаю, то я на земле, может быть, что-то и приобрету. Но вечное блаженство и вот то, что меня ждёт в будущем, может для меня закрыто. Так что вот и многие выдающиеся мыслители, они так рассуждали, и надо сказать, что они были недалеко от истины. То, что отрицание, оно не несёт в себе позитива, так это верно. Вообще всё негативное, всё отрицающее, всё разрушающее, вот с такими тенденциями, оно вредоносно для человека. И что можно построить на отрицании, на атеистическом отрицании. Вот даже вот, когда идут где-то какие-то выборы, и какой-то кандидат себя, скажем, в России не так давно, Ксения Собчак, себя позиционирует как против всех, то, к сожалению, далеко не всегда это бывает удачный путь. Вы меня вывели сейчас на тематику именно политики. Вы живёте в городе Мариуполь. Это зона боевых действий, можно сказать так, сегодня. Вы находитесь в Мариуполе, подвергаетесь там вот этим бомбардировкам или этим военным действиям, да, так скажем. На какой стороне вы стоите вот в плане понимания того, что происходит сегодня в этом месте, на этих территориях? Я понял ваш вопрос. Дело в том, что иногда военные или там компании какие-то идут военные, или там затевают какие-то агрессии, или напротив сопротивляются той или другой агрессии. Ну, говорят, за революциями всегда бывают и интервенции. Так вот, всегда позиционируют, что Бог с ними. Вот, Бог с нами должен быть. Год Метунс, как немцы писали когда-то. Но нужно вопрос действительно ставить правильнее. Точнее, потому что если мы ставим вопрос неправильно, то и вывод, результат будет неверным. Вот, как Пилат, например. Что есть истина? А истина стояла перед ним. Так вот, не, значит, Бога пытаться притянуть к себе волюнтаристки, а спросить, находится ли Бог на моей стороне? Вот, и нахожусь ли я на стороне Бога? Это очень важные вопросы. Бог будет на нашей стороне тогда, когда мы находимся на стороне Бога и на стороне Его закона. И есть такая прямо пропорциональная зависимость. У меня четверостищая такая благодать и небесная чаша – основание для восторга. Если Бог будет в сердце нашем, то и мы будем в сердце Бога. Так вот, если мы Божью волю воспринимаем как руководство к действию, как программу нашего поведения, то в этом случае Бог, безусловно, будет стоять на нашей стороне и нас защищать. Я вот должен вам сказать, что мой дом находился в эпицентре событий 24 января 2015 года, когда Восточный, это микрорайон Восточный, Мариуполь, обстреляли боевики. Этот вопрос поднимался и на уровне Организации Объединенных Наций и других крупных вот таких вот международных арбитражных институций и судов. Дело в том, что нас многократно обстреливали, у нас было рядом три блокпоста, и эти грады сыпались в огромном количестве. Потом развели их, на 20 километров отодвинули в соответствии с Минскими соглашениями. Но есть формат минский, понимаете, это не стрелять только из тяжелых орудий. А библейский формат предусматривает не стрелять вообще в ближнего и не убивать его в соответствии с шестой заповедью. Нас вот обстреляли, три кассеты выпустили по 40 снарядов, 120 снарядов. Мы узнали, что такое день смерти Ленина был, так сказать, совпадение не случайно. Что такое землетрясение буквально, что такое, как говорится, последний день Помпеи. Вокруг нашего дома горели дома, горели автомобили, соседи погибли некоторые от того, что были ранены осколками. Вот рядом у нас сосед вышел подтянуться на турнике, это в субботу было, 24 января. Вот и погиб, и другие погибали. 30 детей погибло, и 120 было ранено, в одно мгновение буквально. Вот, и, конечно, мы понимаем, что война – это социальная болезнь. Что болезнь, она не возникает на ровном месте. Что болезни должно предшествовать что-то, какое-то нарушение божьих законов. И оно бывает и на местном уровне, а бывает и на уровне государственном. Когда, скажем, правители делают акценты на сомнительные вещи. Почему у правителей возникает такая идея военными какими-то рычагами, военными способами достичь каких-то целей? Ведь есть разумные понятия, мирные переговоры, консенсус мнений, какие-то демократические пути, те же самые выборы. Почему не путем выборов привести своего человека, поставить его президентом страны и потом провести какой-то такой опрос мнений и соединиться с другой державой? Или наоборот, закрепиться в том плане, что мы идем самостоятельно. Почему именно военный путь избирают политики? Не кажется вам, что сегодня какая-то напряженность в мире именно в плане военном? Люди хотят войны. Вот я иногда смотрю и думаю, мир сошел с ума. Или я такой правильный. Но у меня такое ощущение, что люди прямо жаждут войны, жаждут крови. И вот что это такое? Вот это вот мысль, что мир сошел с ума. Вот представьте, был Александр Македонский. И когда его отец Филипп завоевывал одну страну за другой, у него возникло чувство ревности. Не захватит ли все страны его отец и не останется ли для его подвига вместо. И когда он посмотрел, сколько земель еще там Персидской империи и так далее, он захватил кое-что и потом сказал, сколько во Вселенной миров, и я не завоевал даже одного из них. У него была паранойя. Это сумасшествие, одержимость. У него было стремление и Индию захватить, уже воины изнемогают, там добычу уже побросали. А он все заставлял и заставлял их двигаться в эти джунгли, в эту глушь для того, чтобы захватывать новые и новые территории. И такая ситуация сложилась, что он даже возомнил себя Богом. И он карал своих близких друзей и даже предписал поклоняться ему. Он уже был ненормальный человек. И когда он встретился с Диогеном, он подошел к нему и предложил ему просить, что дать тебе. А Диоген просто сказал, отойди, пожалуйста, в сторону, не заслоняй от меня свет солнца. И тогда Александр вздохнул и сказал, если бы я не был Александром, я хотел бы стать Диогеном. Понимаете, вот человек по-настоящему богатый – это тот, которому ничего этого не нужно. А если, скажем, тот же Александр Македонский, или там Цезарь, или Наполеон, они не знали меры в этом отношении. Ну, как сегодняшние, скажем, олигархи, там, миллиардеры, они не могут остановиться. Это действительно неразумное стремление, паранояльные, какие-то сверхценные идеи, которые овладевают человеком и не без бесовской такой инициативы и подачи от этих тёмных сил. И такое же и в наше время наблюдается. Конечно, тут есть ещё и другие моменты, они связаны с тем, что люди не подчиняются законам Божьим. Вот в Ветхом Завете мы читаем о том, что дурно поступил, ты, говорит, пророк, за это будут у тебя войны. Вот, скажем, в Германии был такой период, когда провозгласили Дойчланд, Юбер, Альс. Германия превыше всего. И пошло-поехало. Вот эта вот психология нацизма, она овладела людьми. Эти люди вообразили себя высшей расой. Они пожелали рабов. Они ничем не считались. В итоге страшная фиаско. Но зато иммунитет сейчас у Германии. И они понимают, переболев этой тяжёлой болезнью, что надо откупиться, надо как-то сделать выводы и не повторять, не рецидивировать в дальнейшем. Александр Андреевич, Вы пастор церкви в Мариуполе, да? Вы, можно сказать, на идеологическом фронте. Как Вы объясняете своим прихожанам события, происходящие сегодня в контексте Библии? Вот что Вы им говорите? Что есть зло, что есть добро, что есть именно антихрист? Мы сегодня очень много говорим на эту тему. Потому что видим, наблюдаем, что всё больше и больше идём к однополярному всё-таки миру. Что такое однополярный мир? Это один правитель или одно правительство. Это единый шар. Тем более, что мы видим, что сегодня глобализация идёт очень стремительными шагами. Интернет сегодня настолько соединил все континенты, что мы в секунду узнаём, где происходят какие-то катастрофы, какие-то бедствия. Мы узнаём и понимаем, что это где-то очень совсем близко, возле нас. И такое ощущение, что действительно сегодня те, кто не соглашаются с понятием однополярного мира, а это Восток, мусульмане, они не хотят это воспринимать. Они считают по своей религии, что однополярный мир должен строиться на их понимании. Допустим, Россия тоже понимает, что однополярный мир не должен быть. Она хочет быть тоже соучастником многополярности. Как вы понимаете, объясняете своим прихожанам сегодня происходящее? Многие говорят, что это план Божий. То есть, то, что сегодня происходит в мире, эти войны, это по плану Божьему, чтобы воссорился всё-таки однополярный мир. Может быть такое, что, вот я сейчас скажу такую крамолу, да, но иногда мне вот так кажется, да, что может объявиться антихрист, который обладает ядерным оружием и скажет, я уничтожу весь мир, если вы не поклонитесь мне. Вы знаете, однополярный мир был до тех пор, пока не было мятежа дьявола, Люцифера. И вот с тех пор пошло расщепление на добро и зло. Зло – это когда нечто сворачивается вокруг себя, вокруг пустоты. Вот когда сатана бросил вызов Богу, когда он отказался ему подчиняться, когда он организовал бунт на высшем уровне, вот тогда начинается двуполярный мир. И он продолжается и сейчас, и наличие добра и зла, как коллизий, как антиномия, как противоположности, оно свидетельствует об этом. То же самое и в человеческом обществе. И люди пытаются клин-клином вышибить, скажем, вот у вас система, скажем, здесь республиканская и демократическая партия, она как бы вот позволяет, есть такая книга у Берна «Игры, в которые играют люди». В случае, если напряжение, то от одной партии переходят к другой, и таким образом страсти в обществе успокаиваются. В Советском Союзе длительное время рулила одна партия, и там был якобы однополярный мир, хотя они говорили, что мир делится и на рабочих, и на крестьян, и пытались имитировать Царство Божие посредством постройки коммунизма, и брали, вот скажем, принципы социализма от каждого по способностям, каждому по труду. Это то, что апостол Павел в послании фитланкийцам обозначил, как «кто не работает, тот не ешь». Или, скажем, принцип коммунизма, они обозначили отказу по способностям, каждому по потребностям. Это то, что было реализовано в первохристианских общинах, скажем, во второй главе книги «Деяния апостолов» написано, что распределяли по нужде каждого. То есть люди пытаются как-то деликатно эти проблемы решить и социальные вопросы отрегулировать. Но войны были всегда. Войны были всегда, как, с одной стороны, тенденции каких-то правителей паранояльных реализовать себя в захвате чужих территорий и порабощении чужих народов, в насильственном таком, знаете, вот агрессивном поведении. Кстати, Николай Бердяев когда-то, он писал, что в этом смысле задачи церкви и государства друг от друга отличаются. Задача государства – это воспрепятствовать превращению земной жизни в ад. А задача церкви – обеспечить превращение земной жизни в рай. И в этом смысле государство располагает аппаратом насилия, репрессивным аппаратом, скажем, армией, полиции и тому подобное. У церкви этого нет. И задача совсем, программа стоит другая – обеспечить превращение земной жизни в рай. Естественно, тут они расходятся, и церковь, и государство. И мы объясняем нашим прихожанам, что необходимо следовать принципам Царствия Божьего. И эти принципы заключаются в том, что пред Богом все люди должны быть братья. Правда, говорят иногда, все люди – братья, но не все братья – люди. И вот тогда начинаются конфликты, начинаются войны, начинаются побоище. И христиане в этих войнах не должны принимать участие. И кто-то заметил из мышлителей, что война – это международная драка. И если, допустим, меня в детстве склоняли, вот, Саша, пойдем там, мы на западном поселке жили, пойдем бить парковских. Я говорю, за что я буду их бить? Ведь они мне никакого зла не сделали. Но они живут на другой территории, значит, мы должны с ними там сосчитаться. И таким образом было район на район, улица на улицу и тому подобное. Вот эти вот, как бы, тренировки. То же самое и сейчас. Вот происходят вот как-то и группировки какие-то более крупные, крупномасштабные, мирового, глобального характера. Вы верно заметили. И все это как подготовка идет, как полигон сатаны. Вот есть такая книжка в одного из Игоря Бунича. Да, идет подготовка к более глобальной армагеддонской битве, к битве между Богом и дьяволом. И 666, это знаете, это некоторые много рассуждают на эту тему, что бы это значило. А это ларчик, который просто открывается. Эту задачу можно решить так, что у нас десятичная система исчисления в математике. А в шумерско-аккадской цивилизации, у древних шумеров, была шестеричная. То есть, десятка у них была, как у нас, шестерка. Шестьсот, как шестьдесят. И если, скажем, у нас десять тысяч, это была тьма, то у них это 666, как бы, тьма. Тьма, как бы, бесчисленное множество. И выражение 666 у них звучит как «гешу-геш-ишаш». Очень созвучно с названием «машах», то есть имя Иисуса Христа. Но антихрист, который придет, он же все и пытается будет имитировать то, что в Библии, то, что во Христе. А с другой стороны, у него будет своя задача – подчинить людей, закабалить их. И, конечно же, он сумеет и экономически, и политически людей ввести в свою систему, которую он будет контролировать и которую он будет руководить. И, собственно говоря, это не только один человек во главе всего мироздания, как руководитель мирового правительства. Это, может быть, и целый аппарат, который будет представлять этого зверя. Целая система будет. И сейчас к этому идет, потому что во всех отношениях кризисные явления нарастают, и политические, и экономические. Впрочем, Иосиф Бродский как-то сказал, что определяется тот или другой народ не политической системой, а лингвистической системой. То есть лингвистика языком. За каждым народом стоит определенный язык. И попытка бороться друг с другом посредством утверждения того или другого языка или вытеснять один язык другим, скажем, с помощью философии или мировоззрения русского мира – это тоже обреченная на провал попытка. Или попытки со стороны украинских националистов, скажем, вытеснить другие языковые системы, этнические группы. Это тоже совершенно бесплодные затеи. Поэтому мы сейчас видим страшный, конечно, разброд во всех отношениях в человечестве. Но мы верим, что наступит такое время, когда Господь Иисус Христос при втором своем пришествии, он духом у своих, написано, сокрушит всю эту систему лжи, ложных обещаний, обмана, иллюзий. Ведь политики, они всегда лгут народу, они всегда обещают больше, чем должно, понимаете. И говорят, даже если бы народ склонный, скажем, к людоедству прельстить тем, что им пищу дадут миссионеров, то многие люди на это тоже пойдут и клюнут. Александр Петрович, все-таки сегодня мы видим, как обкатывается вот такая система, да, не знаю, не система, но вот журналистика – это своего рода дознание, да, это что-то такое вот именно исследование, это вот сверение источников там информации, да, это журналистика. Пропаганда – это, наоборот, вот все более жестче, да, то есть придумывается какая-то ложь, и эта ложь именно к ней подтягиваются за уши какие-то источники, какая-то информация, якобы эта ложь является правдой. И это тоже называется сегодня журналистикой, да. Как сегодня противостоять пропаганде? Ведь мы знаем, что поклонятся все народы, вот именно Антихристу, то есть он обольстит, обольститель всех народов, всего мира. И вот сегодня я считаю, что очень важно донести, где есть правда, а где есть вот эта пропаганда, то есть как бы истина, но она закамуфлирована, она спрятана в оболочку. Истина на самом деле внутри – это ложь. Вот как вы доносите эту информацию о своим прихожанам церкви? Ну, мы объясняем, что, конечно, сейчас зачастую истину в гибридном варианте представляют, потому что доминирует клиповое мышление с помощью навязывания каких-то стереотипов или шаблонов. А стереотипы – это, вы знаете, очень мощное дело. Я иногда вот использую такой приём, скажем, или такую иллюстрацию для объяснения действия этого явления. Скажем, заходит в магазин человек слепой. Ему нужно купить молоток. И он что делает, чтобы ему продали молоток? Он, скажем, показывает продавцу действия этого молотка. Ну и ему продают его. Затем заходит глухонемой. Что он должен сделать для того, чтобы ему продали, скажем, ножницы? Ну вот, когда ты задаёшь этот вопрос аудитории, все вот такой знак делают. А мы говорим, ну ведь он не слепой. Он просто глухонемой. Он сказать может. Вот точно так же по лыжне вот этих стереотипов пускают пропагандисты народ. И большая масса народа. И люди начинают верить всему этому. Верить лжи и обольщению. А по выражению апостола Иоанна, весь мир лежит во лжи. И если тут действует дьявол на полную катушку, который является отцом лжи, то, естественно, ложь доминирует над правдой. Причём иногда это бывает частичная ложь. Это же не обязательно должна быть стопроцентная ложь. И таким образом он преуспевает. И как разрушить этот бастион лжи? Это непросто. Для этого нужно руководствоваться Словом Божьим, которое просвещает человека и показывает, вот это вот истина, а вот это ложь. Кстати, это правда, это неправда. Истину или ложь говорят, а правду или неправду делают. Вот этим они отличаются, эти нравственные категории. Так вот, антихрист, который, как говорится, вырисовывается на горизонте, он будет иметь власть и полномочия, допущенные от Бога, к тому, чтобы урегулировать очень многие конфликты. И вопросы безопасности, скажем, и экономическое какое-то равенство будет. И у него будут шансы для того, чтобы обольстить народ вот этими успешными шагами. Ну и, конечно же, разрядить гонку напряженности там. Мир безопасности. Да, действительно. Но написано же как там? Написано, когда будут говорить мир и безопасность? Речь не идет о том, что мир и безопасность на самом деле будут, как факт. А люди просто будут говорить об этом, как о проблеме, которая решается. И мы сейчас видим, как она... Ну да, если все каналы пропагандистские будут говорить, что наступил мир и безопасность, а вы проверить не можете, все говорят в один голос, то вы, естественно, скажете, что мир наступил. Это как вот в Северной Корее, там была такая шутка, не знаю, запущена, что северокорейцы высадились на солнце. И там обживают солнце, уже ставят, и все северокорейцы рукопрещут, что мы первые высадились на солнце. Потому что другой информации у них нет. У них информация то, что они уже на солнце, и они обогнали весь мир, который загнивает, пропадает, и там вся Америка на помойках живет и так далее. Другой информации нет. Я слыхал этот анекдот, и у них такая мысль всегда сквозит, что Ким Чен Ын – вот это вот настоящее солнце. И в свете этого солнца они должны жить и радоваться, несказанно. И горе тому, который позволит себе пустить слезу. Да. К сожалению, наше время подходит к концу, но не могу не задать вам этот вопрос. Просто мне очень нравится этот стих, этот гимн «Теле душа, как бумага в конверте». Вот просто не могу не спросить, как вы могли написать такие стихи? Это просто вот, ну, не знаю. Я слушаю этот гимн по несколько раз в машине, еду, слушаю. Настолько это меня трогает. Знаете, когда особенно кто-то умирает, да, и вот когда ты теряешь кого-то, и ты понимаешь, ну, насколько вот это созвучно, это пение внутри тебя. Немножко вот расскажите об этом стихе, как вы его написали. Ну, я, как правило, когда получал письма от матери, я разрывал их руками. А в данном случае у меня под рукой оказались ножницы, я разрезал конверт и обнаружил содержимое письма. И сразу же у меня мысль появилась, как когда-то у Рене Декарта, когда он усомнился в своем собственном существовании, и впал в глубочайшую депрессию, и вот тогда он задумался, а существую ли я вообще как человек. Его вывела из этой депрессии мысль такая, я мыслю, следовательно, я существую. И таким образом он вошел в обычный ритм жизни. Точно так же я так задумался. Вот действительно, когда наступит момент выхода души из тела, то конверт тела, он останется здесь, а душа устремится к Богу, как содержимое нашей жизни. И Бог прочитает вот всю нашу, как говорится, информацию. Из него ничто не выбывает, так написано в книге пророка Исаии. И он тогда будет определять наше будущее, и реставрировав, реконструировав телесный конверт, таким образом воссоздаст гармонию нашего человеческого единства, или три единства, духа, душа и тела. И я набросал вот эти строчки в теле, душа как бумага в конверте, жизнь нас несет, как письмо неумолимое, ножницы смерти скоро разрежут его, вынет Господь из конверта, из тела, душу. И в этом письме он прочитает о том, что ты сделал здесь для него на земле. В день отправляются тысячи письмам, в вечность идут адресат, от содержимого жизни зависит, будущность, рай или ад. Тогда было на земле уходящих в вечности ежедневно 100 тысяч человек, сейчас уходит больше 200 тысяч. Но вот этот образ, эта картинка, она превратилась в стихотворение. Я как-то вот читал книжки по переплетному мастерству, и тоже у меня появилась мысль, вот книга, из чего она состоит, обложка, суперобложка, титульный лист. И появилось у меня тоже несколько строчек. Человек – это книга в телесной обложке, все мы люди в каком-то аспекте писателей, на страницах ее даже милые крошки что-то пишут о жизни своей обязательно, скрыта в суперобложке одежды фигура, душам тело дано, как квартира для жительства, жизнь одних коротка и тонка, как брошюра, жизнь других будто толстые книги внушительна, цвет обложек иных ослепительно ярок. А внутри пустота, и читать их не хочется. Четырем миллиардам людских экземпляров равен общий тираж современного общества. Тогда было 4 миллиарда, это же в ранней юности я писал, сейчас уже более 7 миллиардов. Но образ такой, картинка. Однажды купил я почтовый ящик, иду, и строки появляются. Я письмо о гроб, почтовый ящик. Смерть туда положит мой конверт. Распростившись жизненно настоящей, я уйду к спасителю наверх. И вот так пошло закручиваться стихотворение вокруг этого образа. Ну, конечно, должна быть мысль, это центр, это как вот иногда бывает забойная строка, там, допустим, потому что я верую в Бога, или потому что у Бога все живы, или во Христе Иисусе победа. И вокруг этого стержня, как вот в пирамидке бывает, вот появляется блок тех или других размышлений, которые вот фразы строятся соответствующие, и разворачивается картина стихотворения. Я эти стихотворения считаю удачными, потому что они построены по всем принципам. Но они очень глубокие, действительно так. И они запоминающиеся, понимаете, чем же отличается поэзия от прозы, и почему ее охотнее изучают. У меня есть такое стихотворство «много пользы». И хоть стихи наводят грусть, их мы, в отличие от прозы, охотнее учим наизусть. Там есть и рифма, там есть и ритм, там есть и такие какие-то вот мнемотехнические запоминалки, есть и алитерация, скажем, или асанас. Алитерация – это когда идет звукопись с акцентом на гласные буквы. Вот, например, у меня есть «Плачущая матери» стихотворение. Там «Детским сердцам беззакониям раненым враг причиняет смертельные травмы, вновь выступает во вретящий траурном профиль Рахили на улицах рамы. И во многих других. Это секреты поэтической кухни. И они позволяют создать соответствующую ситуацию, соответствующую звукопись, которая отражает внутренний мир поэта, да и того, который хочет эти стихи выучить, хочет превратить в песню в дальнейшем. Одним словам, у поэзии большое будущее. Слава Богу за то, что вы есть, Александр Петрович. Именно ему слава за это, да? Да, именно слава Богу, потому что он вам дал этот дар, да. И я считаю, что это действительно дар свыше, потому что поэты – это действительно люди, которые именно им дадут дар этот поэзии. И это замечательно, когда этот дар употребляется для славы Бога. И вы живете для славы Бога. И вы знаете, мне действительно иногда кажется, когда бываешь на кладбище, это действительно какая-то библиотека. Проходишь мимо вот этих вот памятников и думаешь, вот одна книга, вот другая книга, вот третья книга. И хотелось бы их действительно почитать, да? Но ты не можешь почитать, а Бог вот эти книги читает, Он знает их жизнь. И вот, уважаемые наши телезрители, сегодня перед нами, ну, может быть, не вся книга полностью была раскрыта, но частично мы и так пролистали, да? Это книга Александра Савченко, писателя, врача, богослова, пастора, который живет вот жизнью для славы Божьей. И вот его, это творчество действительно замечательное, оно отображается вот в его поэзии, да? И мы видим, насколько действительно глубока именно душа этого человека. Знаете, поэзия – это своего рода такая, знаете, лакмусовая бумага человеческой души. И она созвучна нам, да? Когда мы слушаем эти стихи или мы читаем, мы получаем это созвучие у себя. Как бы тоже эта лакмусовая бумага, она проявляется и в нас. Мы чувствуем, мы понимаем, мы плачем, мы плачем, слушая вот такие стихотворения, такие вот изложения мыслей. И это действительно слава Богу. Благодарим вас, Александр Петрович, за то, что вы были в нашей студии. Спасибо вам. Спасибо, Игорь. Я с вами еще не прощаюсь, надеюсь, что мы еще будем с вами беседовать. Уважаемые телезрители и наши слушатели, тоже сейчас с вами не прощаемся. Потому что у нас сейчас будет вторая часть, это будем выходить на радио. Будет вести программу уже другой ведущий. Я, Игорь Воронов, еще раз представляю вам нашего сегодня гостя, который был у нас в гостях. Это пастор, врач, богослов, писатель, поэт Александр Петрович Савченко. Будем молиться о нем тоже, о его творчестве, о том, чтобы Бог его хранил. И как можно больше он еще выдал нам своих вот этих поэтических произведений, которые мы бы могли бы читать. И именно понимать то, что это нам созвучно. Это созвучно и нас тоже укрепляет в нашей вере. Укрепляйтесь. Да благословит вас Господь и вас также, Александр Петрович. Слава Господу и за вас, и за ваш труд. Да, с Богом. Слава Господу и за вас, и за ваш труд.